Вещами, которые очень сложно объяснить публике, скажем так. Поэтому, когда я буду говорить ученой, ну мне так привычнее, вы можете это автоматически примерять своим. Очень часто бытует мнение, что журналисты и ученые находятся по разным сторонам баррикад. Это мнение зачастую обосновано, зачастую нет. Бывает так и так. Кто может быть вообще популяризатором? Очень часто популяризатором науки являются сами ученые. Но, по правде говоря, это самый лучший случай. Но это встречается не очень часто. Бывает так, что ученые сами отказываются от того, чтобы публике объяснять то, чем они занимаются. Это связано с тем, что они, может быть, считают это некоторого рода научным снобизмом. И снисходить до людей, которые не понимают, что такое сечение ядерной реакции или, не знаю, какой-нибудь другой пример, не считают нужным. Но, на самом деле, среди настоящих... Так вот, это не настоящие ученые, скажем так. У известного писателя-фантаста Курта Венегута есть в его романе «Колыбель для кошки». Есть такое выражение, что если ученый не может объяснить пятилетнему ребенку то, чем он занимается, значит, он не настоящий ученый, а шарлатан. Это мнение, в общем-то, является обоснованным вполне. Достаточно вспомнить известных и даже знаменитых популяризаторов. Ну вот, из ныне хорошо известных, например, является такой популяризатор, как Стивен Хокинг, который занимается вещами, которые сложно объяснить не только просто широкой публике, но и даже своим коллегам из других областей физики. Он затрудняется иногда объяснить, чем именно он занимается. Тем не менее, он написал множество научно-популярных книжек, которые являются бестселлерами, в том числе, кстати, и на русском языке. Всем очень рекомендую почитать. Это книги, правда, они касаются не ядерной физики, а скорее космологии. Может ли быть популяризатором науки журналист? Такое тоже встречается, и даже бывают хорошие популяризаторы науки. Ну вот мне рассказали такую историю, которая случилась на журналистском факультете МГУ. Там есть спецкурс, который называется «Научная журналистика». Преподаватель, который ведет эту научную журналистику, он на первом занятии сказал студентам, «Мой спецкурс достаточно сложный, и я буду спрашивать по полной программе, но желающим я могу поставить зачет прямо сейчас». Единственное условие – вы должны дать подписку, что вы никогда не будете писать о науке. Ну, говорят, что желающие были. Затрудняюсь сказать, сколько именно. Тот, кто рассказывал мне эту историю, не посчитал нужным ему рассказывать о том, вошел ли он в число этих желающих, или он все-таки прослушал этот курс. Но, тем не менее, такая история была. Между журналистом и ученым всегда есть некая, скажем так, прослойка. Ну, можно рассматривать, что если они находятся по разным, по разным, по разные стороны баррикад, то между ними, под перекрестным огнем, понятно, да, значит, находится пресс-служба. Зачастую пресс-служба собирает тумаки с обоих сторон. То есть журналисты говорят, что пресс-служба недостаточно хорошо работает, ученые говорят, что пресс-служба делает ошибки, ну и так далее. То есть, в принципе, задача пресс-службы достаточно сложная. И хорошо было бы, если бы, ну, я как вот, я нахожусь с другой стороны, то есть я нахожусь как раз по ту сторону баррикад, по которой находятся журналисты, да, но иногда мне бы хотелось, чтобы пресс-служба работала лучше, потому что она сильно может облегчить вообще работу и журналистов, и ученых. Хотя иногда это нелегко. Собственно, зачем вообще нужна пресс-служба? Зачем вообще нужно общаться с прессой? Вот в случае атомных предприятий, кстати, это интересный вопрос. Особенно в случае атомных военных предприятий, это особенно интересный вопрос. Но, тем не менее, делать это нужно. Зачем? Ну, понятно, что, во-первых, это информационное, да, то есть все газеты хотят новостей, там, просят комментариев каких-то, еще что-то. Второе, это немаловажная составляющая вообще работы, задач пресс-службы, это создавать хороший имидж. Ну, всегда приятно, чтобы ваши предприятия считали, не считали империей зла, скажем так. Вот. И еще одна задача пресс-службы, это чтобы публика вообще хорошо понимала, что делает это предприятие, а не так, чтобы соседние, ну, жители соседних домов, скажем, гадали, что же делает этот атомный военный завод, и дрожали в страхе за свою жизнь. Еще одной, кстати, немаловажной частью работы пресс-службы является, вообще говоря, работа с школьниками, скажем так, которые вообще-то являются будущими клиентами. Я был в свое время поражен, когда узнал, что пресс-служба, там, крупнейших американских военных компаний, типа Lockheed Martin, General Dynamics, проводит экскурсии для детей по своим заводам. Зачем они это делают? В принципе, дети не являются, даже не только дети, вообще, там, физические лица не являются их основной аудиторией, то есть не являются их клиентами вообще никаким образом. Зачем они это делают? Я спросил у американских коллег, они мне объяснили, что на самом деле это политика, которая рассчитана, то есть стратегия корпорации рассчитывается на много десятков лет вперед. И не исключено, что один из этих вот детей, один из этих, там, десятилетних школьников, которые пришли сегодня на экскурсию, в будущем станет министром обороны. И именно он будет принимать, допустим, решение о закупке того или иного, там, нового, там, танка, самолета и так далее. Поэтому это очень важно. То же самое с атомной отраслью. Сейчас очень много, естественно, всяких, ходят слухов, еще каких-то, там, передергиваний по поводу атомной энергетики. И если взрослые люди, допустим, там, технически грамотно способны разобраться в потоке этих сведений, то, в общем-то, школьники и дети, им достаточно сложно это сделать. Ну, если они запомнят, что атомная энергетика, это, там, небезопасно, что это, там, опасно, что это плохо и так далее, из этого ничего хорошего, там, через 20 лет не выйдет. Вот. А если наоборот, то все будет хорошо. Значит, ну, теперь, собственно, к научно-популярным статьям. Некоторая небольшая классификация научно-популярных статей, значит, собственно, я выделил несколько типов, ну, моя классификация не претендует на всеобъемлющиесть, и, в общем-то, ее можно дополнять, расширять, там, как угодно, но это так, вкратце. Значит, первый тип научно-популярных статей – это информационная. Ну, информационная статья, это понятно, это вот новости, пресс-релизы, такие вот краткие. Это самый, как бы, ну, простой жанр вашей работы, но, с моей точки зрения, это самый низкий жанр. Почему? Дело в том, что такие пресс-релизы, их может публиковать только, допустим, новостные издания. Для научно-популярных изданий, для образовательных изданий, для еще каких-то изданий, они не годятся. Почему? Это просто некий такой брусочек с информацией, которая не является, там, ни запоминающейся, ни это. Она для специалистов и для тех, кто, там, ну, привык. Введен новый энергоблок, там, мощность, там, столько-то гигаватт. Все. То есть он забывается так же быстро, как и читается, ну, кроме тех, кому это нужно по работе, скажем так. На самом деле, такие информационные статьи, они тоже бывают интересными, они тоже бывают хорошими, но это уже высокое искусство сделать из события, введен новый энергоблок, сделать из этого хорошую научно-популярную статью достаточно сложно, скажем так. Второй тип статей – это образовательные. Образовательные – это самый сложный жанр. он как раз рассчитан на школьников, студентов, там, детей, и вот как раз на тех самых будущих клиентов. То есть на самом деле многие из школьников, десятилетних, и я знаю, что они читают популярную механику, и они, читая те статьи, которые мы публикуем, они выбирают себе профессию будущую. И если статьи написаны интересно, то это может повлиять на профессиональный выбор. То есть помимо того, что это создает положительный имидж, это еще и может быть в качестве, как это было сказано, золотого резерва. Послужить путями подготовки золотого резерва. Ну, по крайней мере, в профориентации, скажем так. Еще один тип статей – это междисциплинарные. Ну, как правило, как известно, вообще в XIX веке образованный человек мог знать все, что ставит современная, по тем временам современная наука. Сейчас это, конечно, невозможно. Сейчас даже в рамках, допустим, очень близких областей, ну, узкая специализация не позволяет вообще знать даже то, чем занимаются ваши соседи в соседней лаборатории. Поэтому статьи вот такие междисциплинарные, которые рассказывают физикам о том, что творится в биологии, которые рассказывают физикам в области низких температур, что же творится в физике элементарных частиц или в атомной физике, ну, это достаточно важная вещь. Это статьи, на самом деле, очень сложные в том смысле, что ученые – они люди очень придирчивые и очень требовательные. Но зато это благодарная аудитория, для них можно писать более скучно, более технично, не нужно переводить на простой язык. То есть очень своеобразная аудитория. Ну и, собственно говоря, профильные, тематические. Есть издания, множество изданий сейчас пишут в науке. Это касается и не только в научно-популярных изданиях, но и любых других, там, в любой газете всегда есть рубрика «Научные новости», еще что-то. Женские издания печатают научные новости о женском здоровье, о пользе шоколада, о каких-то вещах, связанных с научно обоснованным правильным питанием. Мужские журналы печатают научные новости, связанные с автомобилем и еще что-то. Вообще, кстати, в профильных изданиях это достаточно интересно. Кроме того, что у издания есть профиль, у них есть некие национальные особенности. Мы выписываем в редакции множество всяких изданий из разных стран мира, и по этим изданиям можно хорошо наблюдать вообще национальные особенности, связанные с... вот именно с национальными... скажем, особенности, связанные с национальными темами, с национальными, так сказать, фаворитами в области тематики. Ну, например, немецкие журналы, которые не пишут об автомобилях, ну, практически не имеют будущего, скажем так. То же самое касается британских изданий, которые не пишут о футболе. О футболе. Британских изданий. Попробуйте угадать, о чем нужно писать в России, чтобы люди читали это. Как вы думаете? Какая тема... А? Криминалность? Нет, ну, имеется в виду, из научных таких... Да, научно-популярных тем. Ну, криминал — это газетная, это не для журналов вообще, это газетная тема. Об НЛО? Нет, ну, НЛО — это не серьезная, это как бы не научная совсем. То есть, об НЛО... Кстати, журналы, которые пишут об НЛО, я думаю, они сейчас, в общем-то, процветуют, это таблоиды. То есть, есть деловые газеты, которым доверяют, есть таблоиды, в которых тиражи десятки в сотни раз больше, но их никто не воспринимает всерьез. В России, кстати, то же самое. То есть, допустим, если взять таблоиды, те же самые, газета «Жизнь», у них же тиражи в десятки в сотни раз выше, чем у какого-нибудь там коммерсанта. Но их просто никто не воспринял. То есть, их читают, выкидывают, все. То есть, не всерьез. Это таблоиды называется. Вот попробуйте угадать, какая тема в России, то есть, о чем нужно, о чем любят читать в России. Нет, это далеко. Космические технологии? Да, космические технологии – это одна из. Но первая тема, совершенно верно, оружие. Значит, вот как мы выяснили на своем опыте, оружие является темой, которую наши читатели, в основном, правда, мужская часть аудитории, но тем не менее, оружие – это та тема, которую наши читатели ждут в первую очередь. Вторая тема – это космические технологии и авиация, да. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, что это связано с некой историей нашей страны и с тем, что у нас в оружейной теме всегда были самые высокие технологии. Сейчас это может быть не так, сейчас это все изменилось, но, я думаю, некая исторически обоснованная часть, наверное, именно такая. Кстати, мы проводили опрос, что же хотят читатели, то есть, что ожидают читатели увидеть на обложке. Это тоже достаточно интересная тема, но это не имеет прямого отношения к тематике статей, потому что на обложку может быть вынесена любая тема. Но, в общем, читатели сошлись на том, что на обложке популярной механики должно быть что-то движущееся, желательно летающее, вот так, и желательно военное. Вот примерно так. Совершенно понятно, что все темы, которые любимые, здесь слились в одной. Ну, теперь, собственно, извиняюсь, непосредственно к самой теме. Вообще, существует давний спор о том, является ли написание научно-популярных статей наукой или искусством. Это старый спор, и если оно является искусством, то научить этому как бы нельзя. Если оно является наукой, то научить этому, ну, теоретически, может любой написать, следуя определенным правилам. На самом деле, это достаточно сложный вопрос, и, наверное, это является частично тем и частично другим. Можно ли научиться писать статьи? Это тоже отдельный совершенно вопрос. По моему опыту, в общем-то, можно научиться писать, если учитывать, что я вообще по образованию физик, то есть я к журналистике никакого отношения не имею, не имел, скажем так. И в школе у меня были большие проблемы с написанием сочинений. Мне помогал мой отец писать сочинения, потому что, ну, у меня со словами всегда были проблемы. Но, как видите, научиться этому можно. Сейчас я пишу научно-популярные статьи, что доказывает, что, в общем-то, научить можно практически любого человека. Тем не менее, существует определенное правило, которым должна соответствовать любая научно-популярная статья, хорошая научно-популярная статья, скажем так. Когда я пришел в популярную механику, мне эти правила изложили, и я их после этого обдумал, и вот сейчас вам попытаюсь изложить вообще, какой же должна быть хорошая научно-популярная статья, как ее писать. Собственно, первое правило, которого нужно придерживаться при написании научно-популярной статьи, это нужно выбрать тему. Очень важный один момент. Тему нужно выбрать только одну. Речь идет о том, что вы пишете не учебник, вы пишете научно-популярную статью. Не нужно в ней пытаться охватить все. Нужно выбрать один конкретный узкий вопрос, и его лучше описать, хорошо описать. Это гораздо лучше, чем выбрать два таких вопроса, и описать их в одной статье. Если вопросов больше, чем один, лучше разделить по тематике. Понятно, что там всегда можно найти какие-то общие точки, но тут это достаточно субъективно, и нужно смотреть непосредственно на статью. Второй важный момент, который практикуется, совершенно точно практикуется, значит, у нас в издании, и не только в нашем издании, значит, обязательно нужно поговорить со специалистом, обязательно. Это обязательная часть, без которой, то есть есть люди, которые говорят, ой, а вы знаете, мы вот в интернете все найдем и напишем. Мы не рассматриваем такие статьи. Почему? Понятно, что в интернете можно учебник найти, и так далее, но лучше специалистов в конкретной области никто не расскажет, что происходит. То есть... Поэтому интервью со специалистом является как бы обязательной частью любой... И, кстати, это касается и пресс-релиза тоже, в общем-то. Вообще интервью здесь подразумевается не как жанр интервью, дело в том, что жанр интервью, он считается в журналистике, как бы это сказать, научной журналистики, он считается низким жанром. То есть это не самый лучший вообще вариант для подачи научно-популярных материалов. Вообще, если вы не знакомы с историей этого вопроса, интервью придумал, ну, по крайней мере, ходит такая легенда, что интервью придумал американский магнат Уильям Рэндольф Хёрст, который столкнулся с тем, что у него это издательский магнат, который столкнулся с тем, что у него в газете не хватало хороших журналистов, которые могли бы писать статью. Тогда он придумал жанр интервью, который заключался в том, что редактор писал список вопросов и посылал младшего какого-нибудь репортера, не способного написать самостоятельно статью, со списком вопросов к человеку, который, ну, к специалисту, условно говоря. И специалист по этим вопросам отвечал на эти вопросы, а младший репортер просто записывал его ответы, и после этого они публиковались. То есть, такой дешевый метод написания статей, скажем так. Но в данном случае интервью выступает не как самостоятельный жанр, а просто как некий источник информации. То есть, обязательно живое общение со специалистом, которое, кстати, поможет вам потом поправить ошибки в статье. Это не обязательно, но очень, кстати, рекомендую после написания статьи всегда консультироваться со специалистом. По крайней мере, я всегда стараюсь так делать, не всегда получается. Третий важный вопрос это понять аудиторию, для которой вы пишете. Это на самом деле выделить среди вот этих вот трех вот этих вот трех пунктов. Самый важный, я, например, затрудняюсь, потому что понять аудиторию это очень сложный вопрос. Если вы не понимаете, для кого вы пишете, вы не напишите хорошую статью. В качестве примера могу привести примеры собственной практики. Я когда только начинал работать в популярной механике, меня попросили написать статью, связанную с историей источников освещения. То есть, от факела до лампы, накаливая, до светодиодов. Даже, да, сейчас уже светодиоды. От факела до светодиодов. И я написал такую статью и употребил в ней такой термин, значит, который звучал как кандела. Вы знаете, что такое кандела, нет? Кандела это сила, да, это сила света. Да, это сила света. Раньше ее называли свеча, ну, в старые времена называли свеча, то есть там стосвечевая лампочка, это лампочка, которая дает силу света в сто кандел, условно говоря. Это официальный термин, который является одним из, одной из единиц международной системы СИ. И, в общем-то, я не подразумевал никакого подвоха, употребив этот термин в статье. Наш издатель, когда она прочитала эту статью, она спросила, «А как ты думаешь, а сколько народу знает, что такое кандела?» Я сказал, «Ну, вообще-то это в школе учат». Я сказала, «Ты ошибаешься». Давай, то есть, не в том смысле ошибаешься, что в школе учат, но в том смысле, что никто уже не помнит, что такое кандела. И мы решили провести эксперимент. Значит, мы решили пройти по нашему этажу и опросить людей на предмет, что такое кандела. Дело в том, что наш издательский дом издает не только популярную механику, но и в основном женские журналы типа «Космополитен», мужские журналы типа «Мэнс Хеллс». И варианты были вообще самые разные на тему, что такое кандела. Больше всего мне понравился вариант, который выдвинули в журнале «Мэнс Хеллс». Они предположили, что кандела – это какое-то венерическое заболевание. Это, наверное, было самое смешное. Но если бы… То есть это еще раз показывает, как… То есть если бы я писал для них эту статью, ее бы не поняли. Это еще раз показывает, как правильно… как важно правильно понять аудиторию. Если это сделать правильно, то все ваши статьи, все ваши пресс-релизы, они будут стопроцентно попадать в цель. Например, вот, ну, все сталкиваются с… Ну, по крайней мере, все журналисты сталкиваются с тем, что им приходят некие рассылки с пресс-релизами. Как правило, эти пресс-релизы никому… в общем-то, ну, даже неинтересны, скажем. 90% из этих пресс-релизов приходят… ну, сразу же отправляются в мусор, потому что они не являются тематическими. Но мне известна компания, допустим, которая несколько лет присылала пресс-релизы, каждые из которых можно было печатать прям готовую статью. Вообще даже не нужно было редактировать. Просто потому, что пресс-менеджер этой компании, он задумывался о том, кому и какие пресс-релизы он посылает. Понятно, что он не посылал все пресс-релизы, то есть он выполнял адресную рассылку, естественно, он их там редактировал или даже писал сам, я не знаю. В частности, это была компания Ауди. Но дело не в компании, а дело в том, кто там работал пиар-менеджером. Сейчас он работает в какой-то другой компании, и с тех пор пресс-релизы Ауди невозможно печатать без какой-то обработки. Это просто показывает, что если вы будете задумываться о том, для кого и какие пресс-релизы вы готовите, шансы на их публикацию значительно возрастают. Ну и последний момент, это после того, как вообще вы все это соберете в предварительную информацию, вы составляете план статьи и пишете статью. Это кажется очень простым, на самом деле это понятно, что это достаточно сложно. Я рекомендую, кстати, такой метод, который называется вроде бы по-научному он называется вербализация. То есть после того, как вы в голове все это собрали, вы садитесь и берете своего приятеля, как он, за шкирку, садитесь и рассказываете ему о том, что вы узнали замечательного из этой области. Можно одновременно писать на диктофон, потом можно фактически после этого расшифровывать диктофонную запись и получается готовая статья. Ну, по крайней мере, если все было сделано правильно, то должна получиться готовая статья. Вот. Статья, она на самом деле как программа для компьютера. Если в ней есть ошибки, она не будет работать. Если в ней ошибок нет, она, возможно, тоже не будет работать. Если в ней ошибок совсем мало, то она может работать хорошо, может работать плохо, ну, как получится. Поэтому после написания статьи, вообще-то, можно статью как программу отладить. Хорошим методом является, скажем, составление графика, некого условного графика интереса. Вот тот вот бокал пива, он совершенно не зря, он вполне тематический. Дело в том, что хорошая статья какая должна быть? Она должна быть интересной. Она должна быть не слишком длинной. Дело в том, что у каждого, конечно, журнала существуют свои требования к длине статей. Но у нашего, например, мы не печатаем статьи более, допустим, 16-20 максимум тысяч знаков. Дело в том, что люди, которые начинают читать такую статью, если она более 20 тысяч знаков, они где-то до 17-18 дочитывают, а потом уже интерес падает, и они не дочитывают ее до конца. Поэтому лучше такие статьи разбивать на несколько. не слишком длинной, непрерывной по смыслу. Это очень важно, чтобы статья звучала просто как слитный рассказ. Вот как раз представьте, что вы сидите в баре и рассказываете своему приятелю за пивом о том... Народ зовут загоняй, Дима. А? Хорошо. Перелистывай быстрее. Непрерывный по интересу. Вот это вот интересный пункт, на котором я хотел бы остановиться. Я специально для него нарисовал график. Существует такое понятие, ну, представьте себе, что вы читаете некий рассказ, такой, там, завязка, потом происходит развитие действия, ну, значит, главный герой убегает от плохих парней, за ним гонятся, он повисает над пропастью на одной руке, и тут вам начинают рассказывать из каких калибров, какие технические характеристики оружия, и вы понимаете, что главный герой висит на пропастью на одной руке, а тут вам рассказывают какие-то совершенно неинтересные вещи. Ну, вот это можно отразить, да, то есть вот тут идет завязка, вот с самого первого буквально знака, да, вот это вот знаки, вот это вот интересные, какие-то проценты, условно говоря, вот тут все интересно, интересно, вдруг раз, что-то начинают рассказывать, совершенно скучные какие-то серые цифры. Это очень плохо, статья на самом деле должна быть вот такой, ну, или по крайней мере, ну, более-менее ровной, до самого конца, когда читатель сможет снова вздохнуть, после того, как он прочитает последнее предложение статьи. На самом деле все понимают, что без сухих цифр, в общем-то, обойтись нельзя. Поэтому, что же делать вот с такими провалами, вроде бы без цифр обойтись нельзя, но они сильно мешают восприятию статьи. Поэтому можно сделать чуть-чуть простую вещь. Вот, можно их вырезать, вот эти части, и перенести в обрезку, в обрезки. Обрезки, они как раз для того и служат. человек, который заинтересуется цифрами, он их прочитает. Человек, который не интересуется, он их пропустит. Это очень простой, но очень эффективный метод, вот такой вот, который связан именно с восприятием научно-популярных статей. Рекомендую взять на вооружение этот метод, потому что пресс-релизы это те же самые статьи, и там тоже есть место для врезок. И, возможно, пресс-релизы, в которых цифры вырезаны и вынесены на врезку, будут читаться намного лучше. Вот. Ну, и несколько основных как бы правил, да, которые связаны с тем, о чем не надо никогда писать. Если, ну, мне проще, да, я работаю в журнале, я могу выбирать материалы, которые интересны лично мне, или я могу отказываться от материалов, которые мне лично неинтересны. У вас, конечно, с таким выбором более сложно, то есть при службе приходится писать материалы, которые неинтересны лично, но, тем не менее, да, все-таки я рекомендую, чтобы сделать так, чтобы эти материалы были вам все-таки интересны, то есть каким-то образом, либо переориентировать себя, пересилить, либо очень важный второй пункт, о том, что непонятно, если что-то непонятно, очень часто встречается такой момент, что если что-то непонятно, журналисты просто пытаются вырезать фразу из пресс-релиза и вставить ее в свою статью, из-за этого возникает большое количество ошибок, потому что пресс-релизы тоже бывают с ошибками. Это очень плохо, и есть простое правило, никогда не писать о том, о чем не понимаешь, лучше это предложение совсем выкинуть, или этот момент совсем обойти каким-то образом. Ну и третий момент, это не писать о том, что не интересно вашей аудитории. То есть, если вы посылаете пресс-релизы, допустим, в деловую газету, которую не интересуют какие-то технологические моменты, то это не очень хороший пиар. Вот могу привести, значит, следующий пример, который мне рассказал мой коллега из газеты «Ведомости». Он довольно долгое время получал рассылку пресс-релизов из какой-то коммуникационной компании. Непосредственно он специализировался на деловых новостях, то есть, каких-то финансовых новостях компании и так далее. И ему рассылка с перечислением каких-то новых мощностей, новых коммуникационных возможностей, новых гигабит в секунду. Было не очень интересно, поэтому он ее просто отправлялся уже в спам. Но пиар-менеджер этой компании однажды решил ему позвонить и спросить, получает ли он пресс-релизы. Он сказал, да, я получаю пресс-релизы. А будет ли опубликованы эти пресс-релизы? Он сказал, нет, нет, они не интересны. Тогда пиар-менеджер компании спросил его, скажите, а какой пресс-релиз у нашей компании был бы вам интересен и был бы достоин публикации? На что мой приятель недолго думая ответил, вы знаете, если бы ваша компания стала банкротом, мы бы с удовольствием это опубликовали. Вот. Ну и под конец такой небольшой комикс, связанный с тем, как журналисты пишут о научных исследованиях. Ну, на первом, так сказать, на первом кадре это журналист берет интервью ученого, на втором кадре это газета. Вот. вот так это воспринимают. А как это должно быть с точки зрения ученого? Ну, вот так вот. Наука продолжает медленное, но методичное продвижение к маленькому, но осязаемому успеху, как это показано на протяжении следующих сорока страниц с ненужной детализацией, совершенно бестолковым текстом и запутанными графиками. Ну, вот так, естественно, писать не надо. Вот. Ну, собственно, теперь вы знаете все секреты написания статей. Ждем ваших статей в нашем журнале, чтобы они были опубликованы. Спасибо за внимание. Можно вопрос? Да, конечно. Очень часто сотрудники приходят писать материалы, которые они не хотят писать. Ну, в частности, как раз в воздухе, как, допустим, юбилею, цеха, и на раз приходится писать до такой степени вещи тяжелые. и как вот эти материалы серые чем-то разбавить так, чтобы это читалось. Потому что на заводе работают не только сотрудники этого цеха, но и масса других, которые вот в этих установках там ничего не понимают. Есть какие-то такие элементы? Я не очень понял вопрос, если честно. То есть, чем можно разбавить статью о юбилее какого-нибудь цеха? Или что-нибудь? Это не юбилея. Вот, смотри. Это интересная тема. Я думаю, единственным способом сделать, то есть, единственным способом выйти из этого положения будет придумать так, чтобы эта тема стала интересной. Я, честно говоря, ну... А как это сделать, чтобы она стала интересной? Дайте пример, У меня сложная тема, которую он будет там в первую очередь сделает, но в первую очередь стоит читать в этой теме. А можно поинтересоваться просто, например, вот какие темы они могут быть совершенно неинтересны? пишу я, ну, я к кому-нибудь на интервью начальнику какого-нибудь участка и пишу про центрифуги. Я сама у них ничего не понимаю. Он мне на тиктофон что-то там наговаривает, на другое всего. Я начинаю это все так, потом расшифровывать. Я понимаю, что я не понимаю, а у журналистов есть такое правило. Один не помонял, значит, не поймут и многие. И как вот выходить из такой ситуации, чтобы понимали все? Как писать так, чтобы это было понятно? Научный текст? Ну, вообще-то это не совсем научный текст. Я бы, честно говоря, я бы вот в этом случае я бы поговорил бы еще с одним специалистом или с двумя специалистами чуть поменьше рангом, чем на реальных цехах. Может быть, они смогут более понятно объяснить, чем занимается этот цех. Просто это, да, такое часто бывает, потому что, допустим, как я говорил, сейчас невозможно знать все обо всем и зачастую бывает так, что там, ну вот, моя подготовка, я там физик по образованию, я вот в биологии совершенно ничего не понимаю. Поэтому очень часто мне приходится два раза брать интервью у разных специалистов, чтобы понять вообще, что там происходит. к сожалению, другого способа понимания, кроме как поговорить со специалистами, которые, может быть, лучше объяснят, не существует, увы. Или попросить вашего коллегу, который, может быть, лучше понимает. Но это, но это вот, но это единственный способ, да, то есть, такой, на самом деле, допустим, та же тема центрифуг, мне кажется, лично мне кажется, но очень интересно, я собираюсь об этом написать статьи в будущем. Да, я просто говорю, что... Это очень сложно, мне понимание особо... Центрифуги? Нет, центрифуги это очень простая вещь, у всех есть стиральная машина. Я вообще не с техническим образованием, мне очень... Вы стиральная машина есть? А? У вас есть стиральная машина? Вот смотрите, центрифуга это очень простая штука. У всех есть стиральные машины. Вот стиральная машина, когда отжимает белье, та же самая центрифуга. Хороший журналистский ход На самом деле Совершенно верно Понятно, что есть разный язык Есть разные технические термины Которые можно объяснить простыми словами Потому что, вообще-то говоря Все начинали с АЗОВ И студенты этих специальностей И начинающие инженеры Они тоже не всегда владеют этим профессиональным жаргоном Им тоже нужно объяснять, что это И, вообще-то говоря, не вижу ничего странного И не вижу ничего зазорного в том, чтобы переспросить у начальника от цеха Что он имел в виду под словами Если специфические термины идут в ход Что это такое Потому что нельзя знать все В этом нет ничего позорного Переспрашивать Или спрашивать до тех пор, пока Пока не будет понятно Нет, на самом деле это очень важно Потому что действительно есть вот это вот правило Которое говорит, что не писать о том, чего сам не понимаешь И это очень правильное правило Потому что иначе можно действительно скатиться в одни ошибки А можно второго вопроса? Да, пожалуйста А вот журнал, почему здесь август 2011 года написан? А что должно быть написано? Ну, сейчас вроде как июнь, месяц Это август Это свежий номер Он просто только что вышел У нас он выходит Он поступает в продажу на неделю раньше Но он уже вышел Поскольку сегодня 14-е число Но журналисты заглянули в будущее Можешь еще один вопрос? Да, конечно Как все-таки темы вы выбираете для номера? То есть ориентируясь на что Вы какие-то исследования проводите? Что интересно? Вы знаете, мы вообще-то знаем Мы проводили исследования несколько раз И в общем-то они регулярно проводятся О том, какие темы интересны нашим читателям Кроме того, у нас есть обратная связь Достаточно мощная в виде сайта В виде комментариев на сайте к статьям В виде писем читателей, которые нам приходят Которые говорят о том, что им было бы интересно прочитать Какие-то статьи вызывают больший отклик Какие-то статьи вызывают меньший отклик Поэтому мы приблизительно знаем Как бы тематику статьи Которые, скажем, круг тем Которые обязательно должны быть в журнале Что касается остальных тем Ну, у нас есть там пять редакторов Мы собираемся И устраиваем такой мозговой штурм Каждый предлагает свои темы Ну, в рамках вот этих вот Тематического, как бы, круга Ну, а дальше мы их, видите, темы обсуждаем Если темы одобряются То начинаем писать Есть ли темы? Ну, конкуренты могут отслеживать Допустим, интернет Да Да-да-да, конечно Но вокруг света Не совсем конкурент Точнее, не совсем прямой конкурент Вокруг света является косвенным конкурентом То есть он является конкурентом на рекламном рынке Но он не является конкурентом по тематике Потому что у них Непосредственно научно-популярным темам посвящено буквально 2-3 статьи. У нас весь журнал. Это немножко разные вещи. У них немножко другая политика. Сейчас выйдет новый журнал. Кстати, с осени начинает выходить новый журнал. Его будет выпускать издательство «Вокруг света». Он будет называться «Наука в фокусе». Это достаточно интересный эксперимент. Я бы так его назвал. Дело в том, что «Вокруг света» купила лицензию у британской компании BBC на издание журнала «Фокус». BBC «Фокус» — это британский журнал научно-популярный. На мой взгляд, он является, если не самым лучшим в мире научно-популярным журналом, то весьма близок к этому. То есть мы его получаем и очень внимательно смотрим на те темы или на те подходы, которые они используют. У них, конечно, он имеет свою британскую специфику, но во многом те подходы, которые они используют, они… Ну, то есть, например, британский специфик заключается в том, что, например, они когда рассматривают какие-то спорные темы, на которые идут дискуссии, там, например, там… какие-нибудь вот круги на полях, да, являются ли они природным феноменом, или это какое-то шарлатанство, да. Они когда публикуют такие статьи, они никогда не делают… То есть в Британии плюрализм, свобода мнений, и они не делают никогда окончательных выводов. То есть они печатают, там, допустим, мнение одного ученого за эту точку зрения, мнение другого ученого за другую точку зрения. Все. Они не делают никаких окончательных выводов, предоставляют делать это читателю. Это такой вот специфический британский подход. У нас так не принято, скажем так. У нас все-таки нужно читателя больше ориентировать на то… Все-таки скажите мне, как оно на самом деле, да. То есть вот так вот. И, в общем-то, поэтому заимствование статей, оно не всегда возможно. Но, тем не менее. Но вокруг света интересно, что они заявили на запуске этого журнала, что они не будут делать никакого локального контента. То есть они не будут… У них нет редакторов, у них нет авторов. И они будут только переводить и публиковать эти статьи. На мой взгляд, это приведет к провалу. Но посмотрим. Дело в том, что там не так много статей, которых можно переводить. То есть примерно треть журнала посвящена телевизионным программам BBC, то есть анонсу телевизионных программ. Поэтому не знаю, чем они будут заполнять свой журнал «Наука фокусе». Посмотрим. Но еще из конкурентов, собственно, сейчас есть «Иллюстрированная наука». Это немножко другой журнал, который построен в виде таких коротких заметок с большим количеством иллюстраций. Но это просто довольно своеобразное издание. Форма, точнее говоря, подачи. Она имеет свои плюсы, свои минусы, но она никогда не рассматривалась как серьезная. Ну и достаточно серьезный журнал. Точнее, два более серьезных журнала, которые сейчас есть в России, научно-популярные. Это «Нью Сайентист», который недавно начал издавать МГУ. Это очень интересный, очень хорошо сделанный, переведенный британский журнал с некоторым количеством местных материалов. Но он такой не массовый, скажем так. То есть у них небольшой тираж, и он рассчитан в основном как раз... То есть это журнал для междисциплинарных вот таких статей. То есть он рассчитан на ученых, которым интересно, что творится в соседних областях. И второй журнал – это «В мире науки». Это российское издание «Сантефик Американ». Тоже очень качественный журнал, но тоже с не очень большим тиражом. И, по-моему, он время от времени, то есть он как-то издается не очень регулярно, скажем так. А «Наука и жизнь» совсем не нравится? «Наука и жизнь»... Дело в том, что на «Науке и жизни» такая проблема. Журнал очень хороший, качественный, с не очень большим тиражом, но он не является современным в том смысле, что если посмотреть... У них на сайте есть скам первого номера «Науки и жизни» 1890 года. 1890 года. Это очень старый журнал. Он не изменился ни на вот столько. То есть он вообще-то... У него макет один в один. Ну, любой может зайти на сайт и посмотреть. Он макет один в один. То есть макет не изменился за 120 лет. Это прикольно, но это очень тяжело читать, потому что все меняется. Если у журнала не меняется макет в течение пяти лет, то он как бы устаревает. Это восприятие. В советское время вся страна написана. Да-да-да, в советское время вся страна и химия и жизнь существует, и знание и сила существует, и наука и жизнь существует. Но у них у всех не очень большие тиражи. У науки и жизни тираж заявленный где-то 30 тысяч. Я думаю, что реальный где-то в районе 15-20. У химии и жизни поменьше даже. У знания и сила тоже заявлено 30 тысяч, но думаю, что реальный где-то 10 тысяч на самом деле. То есть это вот такого рода. Сейчас все-таки больше вот такие глянцевые, цветные, более современные, что ли. То есть сейчас понятно, что сейчас люди предпочитают такой более поверхностный подход, потому что на работе хватает всяких сложностей, и хочется после работы читать что-то более легкое. То есть, ну, ученые читают, естественно, профильные журналы. То есть, ну, наука и жизнь тоже на самом деле сдает свои немножко позиции в смысле качества содержания. Почему? Это связано с тем, что авторов нет. То есть все журналы, все журналы, и мы, и другие журналы сталкиваются с одним и тем же, с одной и той же проблемой. Как и, я думаю, как и вашей компании, то же самое. Кадровый резерв. То есть нет авторов, которые могут хорошо писать. То есть авторы, которые способны хорошо писать качественные статьи, легко воспринимаемые, их очень мало. Они есть, но их мало. И они, как правило, все известны буквально там по пальцам одной руки и на расхват. Как вы относитесь к художественным произведениям, к малой форме, к тому, что популярны журналы? Ну вот мы сейчас в качестве эксперимента мы с прошлого года печатаем фантастические рассказы. Да, как в свое время делала «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание и сила», там еще многие издания. А? «Наука и гигиа». Я не знаю просто этого журнала, поэтому… «Про зеленого человечка?» А? «Про зеленого человечка?» Что? Нет, там «Про зеленого человечка». «Последний номер», в августовском номере, да, «Про зеленого человечка». Фантастик. Ну это фантастика. Вот поэтому, но на самом деле, насколько я знаю, читатели не очень положительно отнеслись к этому. То есть мы как бы вот у нас просто цикл задуман, там год, да, то есть мы скорее всего с сентября, и я точно не уверен в этом, но по-моему мы с сентября этот эксперимент скорее всего прекратим. Я предполагаю так, по крайней мере. То есть читатели не очень положительно отнеслись к этому, как-то не воспринимают это как… Может быть это связано с тем, что фантастика, конечно, там российские фантасты, которые пишут рассказы по заказу популярной механики. Это совершенно эксклюзивные рассказы, которые раньше нигде не печатались, и после этого, ну, то есть там в течение двух-трех лет не будут где-то печататься. То есть это действительно заказы, которые написаны, рассказы написаны именно для нас по заказу. Так что, в общем, мы провели такой эксперимент, но, честно говоря, успех его под вопросом.